На уходящей неделе глава делегации парламентской ассамблеи ОБСЕ Лопатка сообщил, что на прошедших выборах доминировал Садыр Джапаров, чья известность и финансирование затмели всех остальных, а дебаты между кандидатами были больше сосредоточены на личностях, чем на программах. Один из наблюдателей ОБСЕ Юэль Йенсен заявил, что в целом выборы были хорошо организованы, но абсолютно честной конкуренции на равных условиях не было. Общественный фонд «Общее дело», проводивший наблюдения на 500 избирательных участках по стране, рекомендовал вернуть форму 2 в новом, правда, виде. И у президента Мамытов на следующий день после выборов встретился с главами миссии международных наблюдателей от СНГ, ШОС, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Совета сотрудничества, Тюркской парламентской ассамблеи, Организации исламского сотрудничества, Российского и узбекского ЦИКов. Национальный демократический институт США, финансировавший предвыборные дебаты кандидатов в президенты и представителей политических партий на ОТРК, прекратил сотрудничество с общественным телеканалом после скандала в эфире 6 января. Число заразившихся коронавирусом в стране достигло 83 тысяч, а количество умерших – более 1380 человек. Замминистра здравоохранения Юсенбаев сообщил, что Глобальный альянс по вакцинам и иммунизациям предложил Кронстаду пакет документов американской вакцины от компании Pfizer от коронавируса. Но препарат необходимо хранить при температуре минус 70 градусов Цельсия, а таких условий в стране нет. Международная правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что, несмотря на законодательство и принятые в 2020 году поправки в кодексе, Безнаказанность семейного насилия в Кыргызстане все еще остается нормой. Бишкекский горсуд только частично поддержал решение Первомайского суда по иску генштабу бывшего солдата Руслана Сапарбаева, которого во время работы в 2018 году на подстанции ударило током, после чего ему ампутировали обе руки. Сапарбаев требовал более 5 миллионов сомов компенсации, но получил лишь 950 тысяч. Министр финансов Мукашев сообщил, что по итогам 2020 года дефицит бюджета составил около 19 миллиардов сомов, хотя прогнозировался в 28 миллиардов. ГКНБ задержал ваше депутата Тереколова, который обвиняется в попытке рейдерского захвата завода по переработке кожи. После того, как задержанный по подозрению в коррупции статс-секретарь Министерства транспорта и дорог Ермек Мамр-Калиев признал свою вину и возместил часть причиненного государству ущерба на сумму 2,5 миллиона сомов, Первомайский суд выпустил его под домашний арест. ГКНБ возобновил уголовное дело в отношении депутата парламента Исхака Перматова, который уже начал выплачивать государству деньги в счет возмещения ущерба, составляющего 100 миллионов сомов. АКС ГКНБ начал досудебное производство в отношении начальника управления внутренних расследований Финпола Айбека Токоева. Генпрокуратура сообщила, что чиновники Госагентства охраны окружающей среды в 2018-2020 годах нанесли бюджету ущерб на сумму более 7 миллионов сомов. Задачу взятки сотрудникам ГКНБ задержали начальника Таласского районного управления соцфонда. Генеральная прокуратура сообщила, что главы Юго-Западной и Северо-Восточной таможни Раджа Балиев и Боронбаев, против которых были возбуждены уголовные дела, выплатили государству 6,8 миллионов сомов в счет нанесенного ущерба. Национальный банк объявил, что его международные резервы уменьшили за декабрь на 9 миллионов долларов. Верховный суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении экс-начальника УВД Ожской области Абделата Капарова. Супруга Курсана Асанова, подозреваемая в крупном мошенничестве на 5 миллионов долларов два года назад, потеряла 11 января сознание во время допроса в ГКНБ. Ее госпитализировали. Садыр Дяпаров призвал правоохранительные органы задерживать всех, кто вымогает у кого-либо деньги, прикрываясь его именем. В Москве на 74-м году жизни скончался бывший первый заместитель министра национальной безопасности Кыргызстана генерал Верчагин. Замминистр образования Эмюров сообщил, что стоимость обучения в вузах не снизят, так как из-за перехода на дистантную форму обучения фонд оплаты труда преподавателей не уменьшился, и их число не было сокращено. Министерство образования решило вернуть учителям квалификационные категории, за которые будут выплачиваться надбавки. Добровольная аттестация учителей школ завершится к началу нового учебного года. Начальник гора Нобишкека Имма Налиева сообщила, что школы города начнут возвращаться к традиционной форме обучения завтрашнего дня. В Малахитовом зале оперного театра состоялось мероприятие, посвященное 80-летию Рыспая Абдекадырова. Артах Паясь Юндукова признали лучшим режиссером за фильм «Шамбала» на 26-м международном фестивале в Калькутте, который прошел в онлайн-режиме. Певица Самара Каримова начала работать по решению суда директором Ожского музучилища, хотя многие преподаватели училища выступали против. В связи со скандалами вокруг певцов Курала Чукоева и Кайрата Примбердиева и санкциями Министерства культуры в их отношении, Комитет гражданского контроля заявил, что морально-нравственное воспитание является задачей родителей, но не государства. Вчера исполнилось 4 года трагедии над дачей Су, когда авария Боинга унесла более 40 жизней.